Кредит по чужим документам. Москвичка попала в поле зрения коллекторов банка, как злостный неплатенщик по кредиту, который она никогда не брала. В ходе разбирательства выяснилось, что кто-то жил её жизнью по её же паспорту. О том, насколько могут быть уязвимы наши персональные данные. Расследование Ильи Филиппова. Чтобы купить в кредит дорогой телефон по чужому документу, нужно всего 10 минут. Вот вы не заметили, что это не я в паспорте? Что это не мой паспорт? То есть девушка из салона мобильной связи просто перепечатала данные из паспорта, даже не проверив его. У нас есть инструкция только, фальшивый паспорт или не фальшивый. Это должен быть у нас специальная машинка, которая должна быть, которой нет. Главное оформить. Ведь бонусы и премии идут за количество сделок, а не за их чистоту. Зарплаты там небольшие. И если прозевать премию, то доход будет совсем маленьким. Поэтому такой сотрудник весь нацелен на получение премии. То есть он нацелен на то, чтобы доказать, что он выдал кредит. Впрочем, Елена ни на секунду не расставалась с паспортом. Но кто-то от её имени больше 10 раз запрашивал банки на одобрение кредита, используя так называемые сканы, то есть копии. И вот один банк кредит одобрил. И деньги получила неизвестная женщина в салоне связи в городе Новокуйбышевске под Самарой. Кредит оформил 20-летний сотрудник салона связи Никита Давыдов. К нему даже приходила полиция, ведь настоящая владелица паспорта в Москве написала заявление. И казалось, простейшая афера раскрыта. Оставалось взять жулика, снять показания с камер, сопоставить время. Но полиция не увидела состава преступления. Менеджер салона сказал, что он не виноват. Вот они стали возбуждать дело. То есть я как подозреваю, что кто-то шел в Новокуйбышевске мимо Евросети, зашел, сел за спину Давыдова, увидел его логин и пароль и оформил этот кредит. А в это время банк, в котором уже знали об афере, начал процедуру давления на должника. Отправлено на Елену черная метка в бюро кредитных историй, подключено коллекторское агентство, вскоре прошел суд без ведома Елены, вынесено предписание о взыскании средств за кредит, взятый кем-то по сканам паспорта. Это отлаженный механизм, говорят банковские эксперты. Процесс взыскания с должника почти автоматический. А ловить мошенников в своей системе никто не спешит. Банк не имеет права производить оперативно-рождественные мероприятия. И, так сказать, действует только в рамках гражданского законодательства. Соответственно, они не могут якобы искать мошенников, они не могут, не имеют права выявлять там, условно говоря, кротов. Елену, по сути, спасла огласка. Шум в интернете, интерес прессы. Полиция оперативно нашла бывшего менеджера Новокуйбышевского салона связи. В городе Новокуйбышевске сотрудники полиции задержали местного жителя 1997 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, присвоение или растрата. Парню уже дали 4 года условно, то есть, по сути, он на свободе и готов к новым финансовым операциям. Банк, наконец, отказался от претензий к Елене, кредитная история восстановлена, и в примирительном письме было торжественно сказано, будем рады в дальнейшем видеть вас в числе клиентов банка. При том, что с момента подлога документов и получения злоумышленникам кредита до урегулирования всех вопросов настоящего владелица паспорта прошел ровно год. С тех пор, где-то раз в три дня, мне звонят с горячей линии ОТП банка с просьбой оценить, как они провели работу, ну и проставить им оценки. И так как я стараюсь ненормативную лексику не использовать в речи, то я оценку им так и не поставил. Илья Филиппов, Лаура Половандова, Вести. Субтитры создавал DimaTorzok